всем привет с вами снова я ваша супер белка что-то давно мы с вами не готовили я так подумала что наступила пора что-нибудь приготовить и сегодня я хочу приготовить овощное блюдо все вы прекрасно знаете что я очень люблю такие легкие закуски овощные блюда которых можно как в горячем виде свежим да такие потом холодильнике в течение двух недель они в боксах может могут если плотно закрытые настаиваться и тем более летом когда в жаркую погоду допустим приходишь с работы под рукой ничего готового нету ты там в тостере хлеба себе нагрел и можно спокойно перекусить этим блюдом это значит стручковая фасоль или спаржевая фасоль по разному называют сейчас во всех странах на можно найти зеленую стручковую фасоль для того чтобы привыкнуть полюбить это блюдо нужно для начала хотя бы знать вред и пользу в двух-трех словах я попытаюсь вам объяснить основная польза фасоли заключается в ее удивительной способности не впитывать токсины и вредные примеси которых так много в окружающей среде то есть когда они растут они не накапливают не впитывают в себя и поэтому практически они очень безвредные также они малокалорийные стручковая зеленая фасоль она уступает только мясу если так посмотреть сколько в ней белка вот только натуральному мясу уступает а так там очень хороший в составе белок есть вот там также есть различные микроэлементы витамины кислоты самая главная кислота это фолиевая кислота который помогает стабилизировать гормональный фон например очень полезен время хвои беременным женщинам подросткам также женщинам во время менопаузы да и не только женщинам она полезна в первую очередь она полезна мужчинам вот почему она полезна особенно мужчинам потому что стручковая фасоль обладает прекрасным мочегонным свойством она очищает почки помогает при восстановлении потенции и всей мужской половой системы препятствует развитию одиномы и простаты вот как минимум если вы будете употреблять стручковую фасоль два раза в неделю этого будет достаточно также в составе стручковой фасоли имеется фолиевая кислота магний медь железо серо цинк и калий нормализуют артериальное давление также и нельзя забывать об обратной стороне медали стручковая фасоль может вызвать вздутие и не терять метеоризм категорически запрещено употреблять стручковую фасоль тем кто имеет проблемы с кишечником например али ты гастрит и язвы желудка или двенадцатиперстной кишки вот холестит и там кто страдает ешьте фасоль чаще и она поможет справиться с различными заболеваниями ведь нельзя называют еще овощем вечной молодости а я вам сейчас покажу как я обычно готовлю очень просто вкусно и полезно значит так вот я разорвала пакет и сейчас буду резать их я убираю кончики с двух сторон кончики убираю вот смотрите вот эти вот кончики убираю а потом их вот так вот наполовину чтобы они не были слишком длинными также мелко крошить их тоже не стоит вот смотрите например вот вот так вот на две части делим лук нужно обжарить до золотистого цвета лук обжарился до золотистого цвета вот рядышком у меня уже готовые помытые порезанные фасоли вот добавляем луку и немножко все время перемешивая обжарим немножко буквально вот три минуты обжарим вот наш стручковый фасоль тушится вместе с луком в течение трех минут и сюда добавляю я мелко порезанные томаты если у вас помидоры маленькие то три штуки можно добавить а если помидоры средние то можно две штуки добавить не забудьте посолить и поперчить черным перцем я смотрю по обстоятельству если я много могу добавить томатов то я воды могу добавить только 100 грамм вот а если у вас помидоров вам мало то чтобы фасоль не подгорела немножко воды побольше но не больше одного стакана потому что чем больше воды вы добавите тем не вкуснее она будет вкусно не будет фишка этого блюда в том что нужно побольше лука и побольше масла потому что тут овощи все на на водной основе и вот и в самом конце я посолила и вы знаете любое блюдо которое добавляете томаты стоит немножко пол ложечки сахара добавить томата всегда требует сахара чтобы она не была кислой